К заявлениям Зеленского никто серьезно не относится даже на Украине, даже из его ближайшего окружения. То есть его заявления сейчас менее серьезные, чем были его выступления, когда он занимался тем, чем он отлично может заниматься, был комиком на сцене. И так что серьезность этих заявлений тогда была намного выше, чем сегодня. К заявлениям Байдена тоже никто серьезно не относится в мире. К действиям Соединенных Штатов относятся более серьезно, к заявлениям нет. Ну а самая известная и популярная сплетница Нью-Йорк Таймс, которая по количеству лжи, неточности, предвзятости уже побила все свои рекорды, тоже не имеет никакого отношения, серьезно к этому нельзя относиться. Ни как источник информации с высокой степенью достоверности, будем говорить так. Нью-Йорк Таймс перекладывает сплетни, которые ему сливают, те или иные чиновники, которые не всегда знают, что говорят и о чем говорят, но хотят что-то слить через эту самую популярную в мире газету. Я не скажу самую лживую, есть и более лживые. Но вот достоверностью Нью-Йорк Таймс давно уже не отличаются. Объективностью эта газета никогда не отличалась за всю свою историю. Но если говорить о самой ситуации, да, скорее всего, вооруженный конфликт на Украине закончится в течение этого года, скорее всего, в первой половине этого года, и конец этому положит наступление российской армии и те успехи, которые будут достигнуты при этом наступлении. Какими бы они ни были, любое наступление, любой успех приведет, приблизит окончание этого конфликта. Если у противников России будет достаточно ума и ответственности вступить в переговоры до того, как Россия окончательно решит этот вопрос, российская армия, тогда это будет частичный успех российской армии, который приведет к полному поражению Запада, Соединенных Штатов и того, что называлось до сих пор, до начала этого года, Украины. И если они не будут благоразумны, то это будет окончательная победа российской армии, и тогда просто не с кем будут вести переговоры, а просто на территории Украины будет восстанавливаться другая власть, уже не Украиной, частично часть Украины перейдет в состав России. Оставшийся огрызок Украины будет новое государство, менее дееспособное, но уже не националистическое, не пронацистское, не прозападное и абсолютно нейтральное. Оставшийся огрызок Украины будет огромным.